Новости продолжает эфир канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Новости продолжает эфир. Айгуля Монтаева познакомилась с начинающими фермерами. Подъем с позаранку для семьи Рахман Бердеевых уже привычное дело. До сбора внуков в школу надо успеть почистить навоз, накормить овец, подоить коров. Буренок у них шесть. Появились кормилицы в доме Куанышбека Яйсулу пять лет назад. Рахман Бердеевы взяли их в кредит, раскрутились. Чистокровные скакуны, Алатау и Ракета – прибыль от заемных телочек. С какуна, Алатау мы взяли за 2 миллиона 800 тысяч тенге, а вот ракету за 1 миллион 850 тысяч. Двоих жеребцов позже купили. Удой от коров 50 литров молока в день. Сметана, корт, даже в Алматы возим. Продаем. Мечта открыть собственное дело стала еще ближе. И даже ничего, если вы живете в самом простом ауле. И, кстати, этот факт даже упрощает задачу. Кредит семья может потратить на увеличение того же самого поголовья скота. Купить ярок, телочек, если останется лошадей, свое всегда вкуснее. Сельская администрация поможет облегчить условия возврата кредита. Первый год каникулы. Время, так сказать, подбить клиентскую базу, раскрутить бизнес. Деньги начинают возвращать через год. Постепенно. Уплачиваем по 350 тысяч тенге два раза в год. Скоро рассчитаемся. Пока одни жаловались на кризис, другие вложились в скот и не прогадали. Из 300 первых счастливчиков треть уже полностью кредит закрыла. Это примерно 70 миллионов тенге, то есть как минимум десяток семей совсем скоро тоже улучшат свое материальное положение. Проект пилотный, но уже с большим будущим, аул Аманате. Новые масштабы соцпрограммы обозначил сам президент и изучил положение сельских кооперативов. Мы уделяем огромное внимание развитию сельского хозяйства. Первым документом, который я подписал после избрания президентом, стал указ о концепции развития сельских территорий. Мы выделим один триллион тенге в ближайшие три года на развитие кооперации. Это большие деньги, и их нужно использовать эффективно. Государство всегда будет поддерживать тружеников села. Недавно купили 12 единиц техники стоимостью 48 миллионов тенге. Это в том числе и сенокосилки, и тракторы. Еще одна кормилица Байзакского района – птицефабрика «Аулие Атафеникс». Рабочих мест почти 300, проектная мощность 8 тонн в год. И это не только высококачественное мясо птицы, но и производство мяса костной муки – та, что идет в основу корма для питомцев. Хватает и на экспорт. Улыбки и приподнятое настроение – как у учеников, так и педагогов – новую школу пусть и в середине учебного года. Большинство детей из соседних аулов, где учиться, приходилось во вторую смену и тесниться в маленьких кабинетах. Современное здание на 1300 мест построили в рамках проекта «Комфортная школа». Старая школа у нас построена в 1977 году, предназначена на 320 детей. На сегодняшний день, конечно, там обучались детей более тысячи. Полностью новые парты, теперь у нас все есть. Та школа была меньше по размерам. Ей уже исполнялось более 40 лет. Шахтный джаз у меня есть? Не знаю, да. То есть, шахтный джаз у меня есть? Ой, не знаю. Я же из фарма. Кандидат мастерспорта. Кандидат мастерспорта. Решают в регионе вопрос нехватки общежитий. Недавно открыли дом студентов на 500 мест. Инвестиции частные – 430 миллионов тенге. Глава государства поручил создать условия всем, кто готов получать знания. Ближайшие три года стипендии увеличат в два раза. Очень важно получить хорошее образование. Как говорил Абай, совершенный человек в первую очередь должен обладать ясным и острым умом, проницательностью и стремлением к знаниям. Во всем он должен стремиться достичь результата. Но именно в мире знаний нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда нужно быть в поиске. Именно от вас зависит прогресс и процветание нашей страны. Корифей казахской литературы, главный бренд не только Тараза, Шерхан Муртаза внес огромный вклад в развитие национальной духовности. Именем журналиста назвали университет. Глава государства почтил память выдающегося писателя и встретился с местной интеллигенцией. Глава государства почтил память выдающегося писателя и выдающегося писателя и выдающегося писателя. Преимущественно сельскохозяйственная Жамбулская область пока не в лидерах по основным экономическим показателям. Но потенциал таких агрорегионов в стране будут раскрывать. На поддержку выделят около триллиона тенге. В рамках своего визита в Жамбулскую область глава государства посетил и новую поликлинику в селе Сар-Кемир. Ее открытия сельчане ждали много лет. Раньше, чтобы пройти МРТ, им приходилось ехать в областной центр. Теперь все процедуры можно пройти в одном здании. Трудятся здесь почти 300 медиков. Кроме того, при поликлинике работает хирургическое отделение. В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в регионе готовы построить еще более 300 больниц. Фишкой нашей поликлиники является компьютерная томография производства Соединенных Штатов Америки General Electric с разрешительной способностью 128 срезов, обследование всех органов организма, начиная с головного мозга, грудной полости, брюшной полости, компьютерной томографии, конечностей, также с контрастированием. И сегодня же Космужом Артугаев побывал на выставке ремесленников. Местные мастера представили изделия из войлок о шерсти, посуду, музыкальные инструменты и иконные снаряжения. Были мастер-классы по валению кашмы. Некогда богатейший город купцов и ремесленников, центр степной части Великого Шелкового пути Тарас, постепенно возвращает себе былую славу. Он вошел в топ мировых городов ремесленников. Продаете? Пока никто не покупает, но потихонечку, потихонечку продаю. Давайте я у вас куплю, чтобы у вас торговля пошла. Компьютерный. Кончалонок. Значит не надо. В создании конкретных экономических проектов видят дальнейшие перспективы евразийской экономической интеграции, его участники. Об этом главы правительства говорили на встрече в Алматы. В качестве наблюдателей присутствовали представители Кубы и Узбекистана. Каким направлениям следует уделить больше внимания и что нужно для того, чтобы выйти на новые рынки? Об этом материале Григорий Абиденко. Потенциал ЕС к настоящему времени полностью не раскрыт. Этот посыл стал главным на прошедшем сегодня расширенном заседании Евразийского межправительственного совета. И он прослеживался в выступлениях всех представителей организации. Как сообщил премьер-министр Алихан Смейлов, общий объем промышленного производства в государствах ЕС за прошлый год составил полтора триллиона долларов. В сфере сельского хозяйства отмечается пятипроцентный рост. Но при этом во взаимной торговле до сих пор существуют барьеры, которые необходимо устранить. Все еще сохраняются элементы таможенного контроля на внутренних границах. Фактически отсутствует национальный режим в госзакупках. Также широко применяются санитарные, ветеринарные и другие ограничения. Все это не дает бизнесу в полной мере ощутить преимущество ЕС, сказал Алихан Смейлов. Мы создали ЕС как открытое, равноправное интеграционное объединение, основанное на поиске компромиссных, взаимовыгодных решений. Уверены, что реализация фундаментальных принципов объединения в полной мере позволит использовать совместный потенциал государств-членов ЕС для повышения благосостояния народов наших стран. Наиболее долгим и содержательным стало выступление Михаила Мишустина. С 1 января этого года председательство в Евразийском экономическом союзе перешло к Российской Федерации. Ситуация в мировой экономике стремительно меняется, отметил глава российского правительства. Происходящие процессы, безусловно, отразились и на ЕС, из-за его высокой взаимосвязанности с международной экономической системой. Однако негативные прогнозы относительно стабильности нашего союза не оправдались, считает Мишустин. Общий спад ВВП составил всего 1,2%. Уровень безработицы снизился на 18%. Важно как можно скорее заложить прочный фундамент для раскрытия технологического потенциала наших стран. И об этом мы сегодня подробно говорили на форуме. Нужно объединить усилия для внедрения передовых научно-технических решений в ведущий сектор экономики. Здесь речь идет и в том числе автомобильной, химической промышленности, о транспортном, сельскохозяйственном машиностроении, микроэлектронике, авиа- и судостроении, фармацевтике, альтернативной энергетике, биотехнологиях. Как было отмечено в ходе встречи, хорошие перспективы в интеграции у ЕС есть и на цифровом треке. Трансформация в этой сфере должна идти с применением собственных технологий и на основе единых принципов. Еще одно важное направление взаимодействия – это укрепление продовольственной безопасности. Наши страны обладают мощной агропромышленной базой, позволяющей не только гарантированно обеспечивать себя всей необходимой сельхозпродукцией, но и экспортировать продовольствие в значительных объемах. Кроме того, есть перспективы выхода на новые рынки – страны Юго-Восточной и Южной Азии и Персидского залива. По итогам сегодняшнего заседания было подписано несколько документов, в частности, планы работы организации до 2025 года. Следующая встреча в этом формате пройдет в июне в российском городе Сочи. Григорий Беденко, Абен Наренбаев, сержант Румабаев, Алматы, Хабар, 24. Пятый международный технологический форум Digital Алматы завершил свою работу. То он собрал 15 тысяч участников из 30 стран. В этом году главный акцент был сделан на человека с его нуждами и заботами. Карлогаш Минаякова знает подробности. Перед началом пленарного заседания главы правительств стран ИАЭС посетили стартап-алей. Здесь представлены стенды технопарков Армении, Белоруссии, Кыргызстана и России. Живой интерес вызвали инженерные проекты школьников и молодых стартаперов. На выставке можно было увидеть технологические решения казахстанцев в совершенно разных сферах. От государственного управления до компьютерных игр. Это еще раз убедило участника форума в том, что наша страна движется по пути цифровой трансформации. Сегодня у нас реализуются передовые по мировым меркам проекты в таких направлениях, как финтех и гофтех. Наша страна достигла высокого уровня проникновения цифровых решений в повседневную жизнь. Это стало возможным благодаря открытости государства и технологичности бизнеса. Цифровизация является важным компонентом в обеспечении равенства возможностей и справедливости для всех граждан страны. Ошляется переход на качественно новый формат цифровизации госуправления, так называемый invisible government. Суть в том, что в центре государственной политики находится человек, его нужды и интересы. Мне представляется, что вот именно это, давно быть, сутью, строить и создавать именно человека, центричное государство, этому помогает как раз и цифровизация. Я считаю, что всеизвечайно важно пробоя оформления этого процесса и регулирование именно правом. А проблем накопилось очень много, причем не только у нас. Сейчас эти вопросы правового регулирования цифровизации стоят во всем мире и наиболее интенсивно они разрабатываются в Европейском Союзе. В любом случае, главная цель цифровизации улучшит жизнь человека. Казахстан может поделиться опытом цифровизации государственного управления. К примеру, госорганами собрано 80 параметров благосостояния своих граждан, что позволяет государству каждый день выявлять семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Сегодня же на форуме были вручены ежегодные премии самым успешным компаниям в IT-сфере Digital Almaty Airways. Свои проекты они представили в семи номинациях. Был выбран лучший цифровой вице-министр, это лучший e-commerce проект и лучший венчур-капиталист, human and tech, грубо говоря, самая лучшая технологическая женщина в Узбеке станет. Мы принимали заявки, комиссия рассматривала и каждому проекту она вставляла определенный балл. Итог Digital Forum – 16 меморандумов о сотрудничестве, подписанных компаниями и государственными органами. Это говорит об успешном диалоге между бизнесом и властью. Тем временем иностранные инвесторы готовы продвигать диджитализацию экономики Казахстана. Нарастить объемы взаимной торговли до 10 миллиардов долларов планируют Казахстан и Узбекистан. По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос почти на третий и достиг 5 миллиардов долларов. Ключевые вопросы сотрудничества обсудили главы правительства. Алихан Смаилов и Абдулла Арипов сверили часы в реализации планов торгово-экономической, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах. Говорили также о совместной работе в промышленной кооперации и сельском хозяйстве. Узбекистан – наш один из крупнейших торговых партнеров. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос почти на 30%. Достиг запланированного нами рубежа 5 миллиардов долларов. Это стало возможным благодаря общим усилиям. Теперь, в соответствии с поставленными на высшем уровне задачами, нам необходимо достичь более высокой планки – 10 миллиардов долларов. Правительство Казахстана готово к активному диалогу по всем направлениям нашего взаимодействия. Двусторонний товарооборот динамично развивается. У нас уже наработан положительный опыт промышленной кооперации, особенно автомобилестроения. Это может быть примером начата проработка перспективных проектов нефтегазовой, химической, энергетической, металлургической, электротехнической промышленности. Транспортно-логистическая сфера традиционно занимает ключевую роль в двустороннем сотрудничестве, особенно в части развития новых транспортных коридоров. Высоко оцениваем прямые контакты между регионами наших стран, которые позволяют в полной мере использовать огромный потенциал, который имеется у нас. А сейчас о ситуации в Туркестанской области. Эвакуированные из зоны потопления жители возвращаются домой. Региональные власти и МЧС помогают людям справиться с последствиями, а специальная комиссия тем временем подсчитывает ущерб, нанесенный стихии. Катерина Попкова расскажет. Жительница поселка Шага Анна Аргаипова боролась с потоком, как могла. Черпала воду ведрами, укладывала мешки с песком. Но отстоять у стихии подвал и сарай не смогла. Их затопило. Уголь весь намок, сено. Хорошо животных увезти успели в другую аулу. Детей тоже к родственникам отправили. Два дня сон уже потеряла. Голова кругом. Если в домах воды уже нет, то некоторые подворья еще напоминают маленькую венецу. О том, какой ущерб нанесен, сейчас выясняет комиссия. Потопленные поселки сегодня осмотрел и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Он второй день находится в регионе. Ситуация, которая вчера сложилась в Туркестанской области, она прогнозировалась. Неоднократно мы докладывали на заседаниях правительства, штаба, что с учетом выпадения обильных осадков в виде снега на Туркестанской области есть риски. Благодаря своей временной работе минимизировали риски. И на сегодняшний день у них большей части уже ликвидировано. Сил и средств на сегодняшний день достаточно. Люди, которые вчера вынуждены были покинуть дома, начали возвращаться. Наш Сауранский район затопило. Спасатели экстренно прибыли на место и вовремя нас эвакуировали. Сейчас нашей жизни уже ничего не угрожает. Воду полностью откачали. Мы вернулись домой, заселяемся. Спасибо спасателям за отважный труд. В этот непростой момент они были рядом, помогали нам. День и ночь боролись с подтоплениями. Все устранили, всю воду откачали. В борьбу со стихией и последствиями включились буквально все. От представителей власти до просто неравнодушных. Подтопление зафиксировали сразу в нескольких районах. 21 населенный пункт. На 11 дорогах талая вода затопила дорожное полотно. А также 234 дворовых территорий. Одну школу был падеж скота. Руководство областного департамента по чрезвычайным ситуациям выдвинуло предложение об объявлении чрезвычайного положения на местном уровне. В Кентау и Сауранском районе предложение изучается. В данный момент районам ничего не угрожает. Однако все же сохраняется опасность в регионе из-за обильных осадков и активного таяния снега. Мы готовимся к этому, контролируем и ведем аэровизуальный осмотр. Сейчас противопаводковые мероприятия продолжаются. Ведутся работы по отводу воды. По данным ДЧС, почти 200 дворов освобождены от водного плена. Вновь будет проведен аэровизуальный осмотр реки Арысь, где увеличился уровень воды. И особое внимание на Шардаринское водохранилище и реку Сырдарья. Оттуда начались попуски воды в Арнасайску, Низменность, Узбекистана. Катерина Попкова, Нурмаханбек Муратов, Туркестанская область, Хабар, 24. Из-за резкого таяния снега и обильных дождей в Туркестанской области поднялся уровень воды на Сырдарье. По словам спасателей, ледоход начнется раньше. В ближайшие дни по руслу реки ожидается большой приток на территорию Казалардинской области под угрозой подтопления 29 населенных пунктов. Чтобы не допустить этого, сейчас местные власти и подразделения ПЧС принимают все необходимые меры. Если будет очень большой приток воды, то в верхнем течении реки у нас есть канал Жанадарья. Он может сбрасывать 20 кубометров воды. Дальше есть канал Айтек, который в состоянии пропускать 420 кубометров воды. В Казалинском районе плотина Басахара в зимнее время сбрасывает 450 кубометров. Также есть несколько русевых реки. Поэтому мы надеемся на благополучный исход ситуации и готовимся к приходу большого притока воды. Блогера Мохамбета Абжана приговорили к DVD годам лишения свободы. Его признали виновным в распространении заведомо ложной информации и вымогательстве. Обвинительный приговор вынес столичный специализированный межрайонный суд номер 2 Сараркинского района. Напомню, 3 июля Абжана задержали с поличным при получении 50 миллионов тенге. Суд признал в его действиях опасный рецидив. Ранен был дважды судим. Тем более того, по факту мошенничества судимость еще не погашена. Больше 130 ученых Казахстана стали обладателями именных премий и государственных стипендий 2022 года. Церемония награждения состоялась в Алматы. Такая поддержка позволит непрерывно проводить исследования, говорят ученые. В целом финансирование науки за последние годы увеличилось почти в два раза. Благодаря этому модернизируется материально-техническая база НИИ. Ученые стажируются в ведущих центрах мира. Для реализации новых идей и изобретений в ближайшие три года из государственного бюджета выделят 650 миллиардов тенге. Данная премия очень стимулирует ученых нашей страны, получая такую огромную награду, такое признание со стороны Министерства науки и высшего образования. Каждый ученый начинает осознавать, насколько важен его труд не только для НИПО, не только для организации, где он работает, но и для всей страны. Очень хорошие у нас были реформы по повышению статуса преподавателей. Вы знаете, закон был отдельно принят, очень радикально серьезную финансовую поддержку оказало правительство. По инициативе президента несколько раз увеличена была заработная плата, и учителя поверили в себя. Поэтому сейчас наша задача вновь созданного Министерства тоже по поручению президента такой же статус теперь дать нашим ученым. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok